55 миллионов рублей. Именно столько заработали мошенники на своих махинациях с помощью информационно-телекоммуникационных технологий на Колыме. Об этом рассказали на пресс-конференции для СМИ работники УМВД и российских банков. За последние три месяца этого года сотрудники правоохранительных органов возбудили 145 уголовных дел, 116 из которых совершили за пределами Магаданской области. Общий ущерб для колымчан составил более 25 миллионов рублей. Сейчас действует несколько мошеннических схем. «Схема обмана под видом звонков от так называемых представителей финансово-кредитных организаций и даже сотрудников органов внутренних дел или правоохранительных органов различного характера. Зачастую звонки осуществляются под предлогом якобы имевших место покушений на денежные средства держателей банковских карт, либо под видом якобы оформляемых на них кредитов. Далее злоумышленники убеждают граждан для обеспечения сохранности безопасности этих средств перевести деньги на так называемые безопасные счета, либо номера телефонов». Иногда мошенники после того, как получают реквизиты банковских карт, дистанционно оформляют кредиты. Также обманывают граждан, когда те что-то покупают или продают через интернет. Злоумышленники обещают перевести предоплату, узнают данные банковских карт и пароли. Особенно число преступлений выросло в период пандемии. «Одним из популярных приемов мошенников в период пандемии стало использование таких тем, как компенсация, государственные пособия или государственная поддержка. Под видом помощи злоумышленники выманивали персональные данные и денежные средства у граждан. Фишинговые сайты мошенники выдавали за интернет-магазины и ресурсы социальных служб». Звонок от представителя банка – один из самых частых мошеннических приемов. Работники кредитной организации утверждают, им персональные данные граждан не нужны. Поэтому, если человеку поступит такой звонок, он должен связаться с финансовым учреждением по ранее известному номеру. Также подозрительный телефон можно проверить. «На сайте Сбербанк.ру реализован раздел «Ваша безопасность», где вы можете как сообщить о попытке мошенничества в отношении вас, так и проверить, например, телефонный номер, с которого вам звонили, не внесен ли он уже в базу телефонных номеров, с которых звонят мошенники. И также можно проверить ссылку, которую вам прислали, например, по электронной почте или в мессенджере. Не относится ли она к фишинговым, к мошенническим. Точно так же можно проверить адрес веб-сайта. «На предмет не отнесен ли он уже к сайтам, которые фейковые либо фишинговые». Для того, чтобы проверить номер, нужно указать дату, время звонка, сам телефон. На Колыме проводят конкурс «Вместе против кибермошенников». Номинации – видеореклама, инфографика и рисунок социальный плакат. Приглашаются участники от 12 лет. Подробности можно узнать на портале 49.mvd.rf. Лучшие работы распространят в СМИ и через интернет.